все друзья я выговорился это я потом покажу железо присваивал с украины перевез я не знаю где сейчас знаете как украине это самая валера гарбуз он мой родственник родный брат моего сына потому что и это сам моего сына по материнской линии это он мне вот этот сорт в виде веточки подарил а потом это называется квинти да вот он оказался таким чудесным эту полиграфию я делал она попала уже в этот самый это каталог сергея женского статяны вот он такой есть вот такой есть он мне подарил вот этот сорт а он кем он был он тоже как я такой же как называется а почему я говорю был потому что ему пришлось забросать ехать москву вот и наниматься к этому к нашему этому олигарху и врачи фруктовый сад в москве сейчас его судьбу не знаю я знаю что такие люди это стучные изделия как валера гарбуз хорошая села москве а если он вернулся то его сего разбогли вот так вот я закончил стихами когда приходишь в лес то удивляешься никто там не копал и не полол а гордо садоводи вот окажется что в огороде он природу поборол в лесу ягодка вкусная аромат еще съедобно чисто и полезно лишь потому что человеческое эго тут есть незнанием своим не лезло но стоит секунду след оставить в лесу где только звери не примет не след хотя уходится в лесу поправить но след его в лесу оставить много бед когда ты чем уже прозряешь куда не надо носу перестанешь цирсовать когда разумнее и добрее когда разумнее и добрее ко всему ты станешь тогда настанет в мире благодать это уже свежие стихи сергей сергей помилю забыл сейчас я всегда помнил на видим у нас уже необратимое явление как можно было забыть такого замечательного поэта посылку получил он напоследок у меня еще есть пара минут благодарю удивился что нос от полирова теперь не можем приступать учебным прививкам если у вас есть рекомендации как сохранить то в таком состоянии сообщите пожалуйста как сохраняйте как из какого металла сделан желаю вам вашему товарищу имеется успеха как можно вот из ничего взять кусок металла взять кусок дерева сам удивляюсь после того раза когда я показывал эту девушку эти ножи не куплен ни один а вот его автор стараюсь показать лишний раз потому что и ножи бесценные и жить на что-то надо но пока видите как видите все друзья мое время стекло имеется формально дальше идет неформально так дальше я иду вот сюда вот сюда это чудо это как это получается именно когда я проклинал вот этот именно самый подлый на свете мошенники самая подлая на свете сайт я его искал вот тут вот тут вот тут а потом не мог найти а время было мало и вот сейчас как будто нарушат 1753 по московскому времени начали 16 вот он вот он этот самый я когда удивляюсь мне в железово как те мошенники из этого из фирмы бекер мне железо прислали рекламу мне железо представляете а вот это еще подлее намного 3 месяца хи 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 мы собираем первый урожай через 3 месяца после высадки или раньше но они же понимаете это да не хочется чтобы у нас была сторона дураков но не хочется но остановить его это это уже не мой уровень вот это остановить кто толку что от меня услышат 100 200 ну хорошо 500 человек как их остановить ну люди же это они ничем не виноваты их не научили вот прям как случайно как получилось да вот не раньше не позже так мы сейчас идем в комнату куда я попал куда я попал куда я попал значит друзья дайте мне пять минут а я вас тоже проголею и вам дам пять минут и мы с вами встретимся через шесть минут я пойду на кухню надо в себя прийти опять была критика еще раз говорю как хотят думаете кому надоело мой этот самый как называется как называется то что я в основном критикую хотя ну много нового нам нужно следующую книгу издавать ну подумаешь это нужно это сто тысяч двести ну еще миллион вот а вдруг а я все еще верю что в стране дураков есть все таки люди не только умные но и благородные вот так я их называю не богатые а благородные все друзья и аيع tapот вы сейчас теперь сверхъл Продолжение следует...